Всем привет, с вами Дричент, и да, это новый выпуск касается каждого. Знаю, что многим заходит, это а-ля один за всех, но здесь тоже, поверьте, немало трешняка. Ну, а кто уже смотрел, тот прекрасно понимает. И сегодня, я надеюсь, мы тоже круто проведем время вместе. А выпуск называется у нас Бой Мама. Какая-то мама, наверное, которая всех клепает, либо защищает. Короче, будем с вами сейчас со всем этим делом разбираться. А вы проверьте подписку на канал, потому что это все выпуски выходят на лайв-канале. И мы начинаем. Здравствуйте, это ток-шоу на Интере касается каждого программы, которая меняет жизнь. Я Андрей Данилевич. Драки в школе всегда возмущают, особенно если дерутся родители. Так права троих своих детей защищает многодетная мама 35-летняя Людмила Гдичун из Ровенской области. Я пришла на батькинский сбор и попросила потреби, чтобы харчували моих детей безкоштовно. Для меня отмолили. С криками и с бийкой. Почти каждое родительское собрание в Реченской школе заканчивается скандалом. С детьми Людмилы в школе почти никто не дружит. А старший, 14-летний Коля, даже во дворе перестал общаться со сверстниками. Мой сын Микола пришел в школу и говорит, что я с собой что-то сделаю сейчас. Ступлюсь в обставок. Все началось несколько лет назад, когда трое детей Людмилы не смогли завтракать в школе бесплатно. Дирекция утверждает, что в районном бюджете нет денег на бесплатное питание школьников. Тогда Людмила начала обращаться... Вообще типа есть эта штука, по крайней мере в Киеве, бесплатное питание до определенного класса. А там я так понимаю, что дети уже очень взрослые. Не, может там конечно есть в правилах бесплатное питание малоимущим семьям. Хрен его знает. Но я точно знаю, что есть такая штука, что там до третьего, до четвертого класса, в зависимости, бесплатно кушали. И то не везде. Я помню, когда был школьником. Так я реально... У нас тогда не было бесплатного питания. Я кушал, по-моему, с первого или второго класса. Я тупо отдавал деньги и там к нам приходили с столовой. И кто хотел кушать и по обед. Мне реально давали деньги на обед. Я давал и я кушал в столовой. Потом я помню, когда уже со временем появилось, да, вот это вот бесплатное питание. Для каких-то первых классов. Ну у нас там после пятого урока, ну наверное, у многих в школе было такое большая перемена. То были там молоко, либо сок, либо какой-то компот, либо, не знаю, там, какао с пряником, либо еще с какой-то там хренью. Все. Еще такой пряник у нас дубовый был, реально. Во все инстанции, а не получив результата, решила добиваться льгот своими силами. А, ну она хотела только льгот и получить, да? У меня была забезпечена семья, но у меня нет статус. У меня достаточно хороший на овде. И я хочу детей вырастить и научить, чтобы они малили свиту. Чтобы заработать дополнительную копейку, Людмила вынуждена быть сиделкой у лежачей больной. Я доглядываю Рихтера Галину Матвейну. Думки мне на теки про детей, про семью. Администрация Реченской школы обвинение многодетной семье отрицает. Учителя утверждают, что Людмила на ровном месте провоцирует конфликты и даже драки на глазах у школьников и их родителей. Нет, тут момент в другом, типа, почему дети не питаются бесплатно? То есть, если есть такой закон, ну, если она говорит, я малоимущая мама, мне нет денег кормить детей. Ну, если реально есть такой закон, я правда, в этом плане я не силен. Если есть такой закон, типа, что вот неважно, какого возраста ребенок, в школе обязаны кормить, то, ну, значит, обязаны кормить. Если такого закона нету, типа, тогда вопрос, с чем ты обращаешься, если этого, как бы, нету. Ладно, будем разбираться. Так что, как всегда, надо, чтобы это, поумничать. Попытка противостоять системе или манипуляция многодетным статусом. В студии «Касается каждого» мы попытаемся выяснить, почему многодетная мама вынуждена добиваться справедливости кулаками. И сможет ли она договориться с учителями прямо во время эфира. Походи там совсем махаются. Ну, давайте. Итак, тема нашего эфира – бой «Мама». И многодетная мама из села Речки Ровенской области, Людмила Гичун, отчаявшись добиться справедливости в школе, где учатся ее дети, приехала в нашу студию. Встречайте. У нас повторится борьба за апель. Добрый день, студия. Я многодетная мама, трех моих детей. Я хочу защищать права своих и моих детей, но постоянно меня ученики бьют за это. Вас бьют учителя? Это правда. Ну, как-то. Мне уже не верится. Она такая заходит, и там такие ученики такие – «Чаааааааааааа». Клепай ее. Ну, нет. Но не верю. Не верю. Это последний раз, 17 лютого, воздействуют родственники. Но директора школы не было. Он был Albert. Я хотела, чтобы моих детей харчували безкоштовно, как есть такой закон соответствующий, где он действует. А вчителя не годуют безкоштовно, а еще и бьют вас? Да еще и бьют. Когда это все началось? Это началось 17 лютого. Мне сказала Людмила Володимировна Кондратюк. То есть такой закон есть, да? Это мои кумы, Кондратюк Наталья Степановна, мама. Любовь возраста, правильно? Я благодарю моей дочке за то, что она платит какие-то суммы, внески за твоё дитя. А я вообще не понимала, про что мова идет. Я не знала. Я тоже пока не понимаю. Про какие внески вы говорите? Ну, внески – это у нас платят… Фунт класса? Учителям просят деньги. Каждого учня – это 10 грн. А для меня это большая сумма. 30 грн – это очень большая сумма. Отже, под грунтем для этих скандалов – это те, что ваших детей не харчуют безкоштовно. Не харчуют. Так. Відповідальность директор школы не несет никакой. Вона… Честь, пожалуйста, на что не собирает? Конечно, это 10 грн. Ну, не назвал бы это большой суммой, как она это описала. Но семьи разные. Просто вопрос – на что собирают по 10 грн? На веник? Ну, ладно. Я помню, у нас был такой фонд класса, фонд школы. Да, тоже так прям. Плати бабло. Было. Было. Дальность дала батькам. Вона зробила так хитро. Дети збирают деньги из моих детей. Но по 2-3 дни не годуют. Дивно дуже. Я взагалі вперше чую, чтобы педагоги били багатодитную матерь. За те, что я правду добиваюсь. И они за это бьют меня. Они никакого права не мают бить, потому что это не вчителям получается. Наши редактори видели, как Людмила собирают детей из школы. Давайте посмотрим. Я тут проживаю со своей семьей. С мужем, с трима детьми и святого. Это мой дом. Подожди, так у нее есть человек еще есть? А чем человек ведь это занимается? Я что-то понять не могу. Лежит или что? Где муж? Или он не муж? Кто он там? Сужитель. Это я брала тюльку. Дети любят тюльку. А это мяску. Мало приготовить. Это я приготовила им жареную картофельку и супчик. Я стараюсь так готовить рано. Одному одне, другому друге, третьим у третьим. Ну еда, нормально, что ли. А это пироги я пищу. Пироги я сама пищу. А в чем прикол? Типа мы малоимущие. Или что? Малоимущие суп не варят только. В чем? Я понять не могу. Что она хочет доказать и показать? Ну старый дом. Мне кажется, много кто живет в селе, у них такие домики. Прям, ну я не удивлен. Как бы в селах, не в домах хай-тек живут с панорамными окнами. Ну... У меня дети очень умные и помогают мне. Девчонка очень захопливается молюванием. Это горы. Это на планете Сатурн. Вот он стоит. Это на планете Венера и это в космосе. Да, с малой играл на нем, точно. Сейчас буду собирать детей до школы. Ага. Вы считаете себя красивой мамой? Да. Я очень умная. Я сказала это родителям и вчителям. Я очень умная и красивая. А они смеялись. И им очень весело. Ну я сама оценка все хорошо. Я самая умная и самая красивая. Кто хочет в Басфори, блядь? Село было. И они сказали, спасибо. И тогда я начала ноги целовать батькам. И сказала Наталью Степанину. Пробачите, вы буквально начали целовать ноги батькам? Для чего вы целовали ноги батькам? Ну, мне сказала Кондратюк, Людмила Володимировна, ты подякуй за то, что она какие-то внески вносит за твоё дитя. А я думаю, что это неправильно вона поступила. Как вона мала хорошо сказать, то вона сказала это таемно б сказала, а не так себе вихвалять на весь свит. Это неправильности. Вы маете куму, так? Так. Вона робит какие-то внески, да? Да. Яки я не просила взагалі. И за это вас примусили ей целовать ноги? Да. Мне сказали, чтобы я подякувала. То вы целовали ноги? Короче. Нет, я батькам целовала. Да. Короче, сказали, знаете, просто, типа, ты должна ей ноги целовать. Ну, это же, как бы, есть такая фраза такая. Ну, типа, это, блин, ну, эту фразу многие знают. Ну, они меня заставили ноги целовать. Бля, господь. Типа, бля, просто есть такая фраза и понимать всё прямо. Знаете, я бы сказал, ты возьми себе её, знаете, как в опу засунь. Вы знаете, я засунула. Они мне сказали, я засунула. Вот это звучит так же. Что за бред? Бо меня не пустили уже до неи. Меня начали бити потом. Пробачите, вы нахилялись, ставали на колено и целовали ноги батькам? Ну, они реагировали, они очень смеялись, им весело было. А потом, из батьков, Ткачук Петро нанес. С другой стороны, я обернулася, думаю, треба идти уже, бо зарепушнуть бити. И шла в борщниця и каже, не чипай мою дочку. И она таки развертаётся и кулаком в голову ударила. Когда она ударила в голову, то я её взяла за руку и поцелувала. Чтобы она больше не билась. Я сказала, вы теперь больше битись не будете. Вам не кажется это, мягко говоря, странным просто? Вся эта великая история, вы меня простите. Давайте ещё раз правильно сообразим. Кто-то искал, ты должна типа целовать ноги куми или кто там. Ну, та, кто платила за детей в школе по этих 10 гривен, то есть 30 гривен в месяц, за раз, неважно. Она пришла к родителям, полезла целовать им ноги. Те сначала смеялись, что-то отмахивались. Она им дальше лезет целовать ноги. И одна из них даёт ей в бубен. И так получает в бубен и целует ей руку. Чтобы она не злилась. Я там всё правильно понял, правильно? То есть, ну, хронология верная. Её клепают, а она целует. Пока вроде всё логично. Я верю. Ваши, они знают, что их маму лупсуют школу? Директор школы сказала, закривайте двери, чтобы детей этого не видели. Дети говорили, мама, мы слышали, как вы кричали. И в принципе, у ваших детей, какие стосунут... Один из всех тоже по-своему бомба, вообще вопросов нету, это отдельное шоу. Но здесь тоже, бах ты мой, как... О, ладно, продолжаем все. Какие у них с однолетками в классе? Ну, хорошие, мои дети дружелюбные, играются всеми. То ваши дети не жалуются на то, что до них какое-то упереденное ставление в классе? У них все в порядке? Да. Это у вас проблемы с педагогами и с батьками? Я думаю, что это не у меня проблемы, это у них проблемы. У них 14 лет еды не было, они гудовали детей одним сиком. Только ваших детей, а всех? Всех, всех. И дети падали в обморок. А почему же батьки и другие? Ну, прям падали в обморок, ну прям падали. Боже, как у нас, когда в школе были тоже дети, которые не покупали себе обеды, вот прямо сидел в классе, знаете, такой один, когда поел после пятого года, а остальных 28 детей. В конвульсиях сидят такие, боже, я сейчас умру от голода. Ну, дети бывало, блин, даже я когда с дома там бутерброды могли брать, яблочко, какую-то еду-то. Там и, ну, не такой аж огромный, бляха-муха, промежуток времени, чтобы с голоду умереть прям. Позавтракать, приходишь со школы, можно пообедать. Я же говорю, в школе что можно было купить? Я уверен, там какой-то буфет был за деньги, что-то можно купить. С собой еды взяли. Ну, бляха-муха, блин. А так прям все взголосы. Ну, там девчонка оморок упала, визвели швидку, то родичка, то вона, видно, пробачила, получается, так. Они закрыли это дело просто. Короче, я уже понял, она такая себе, мамаша. То есть, вы, по сути, вы одна, ну, как бы заступаетесь за всех детей в школе, да? Так, они мне сказали. Скажите, все эти бейки, крики, целование ног, как это все означается на ваших детей? Это уже два раза хлопчик сказал, мама, я что с собой сделаю. Потому что там такое происходит в школе. Там учителям без спекуляций. Безповедение. Людмила рассказала нашим редакторам, насколько болезненно воспринимает конфликтную ситуацию ее старший сын Николай. Давайте послушаем, что Люда рассказывала перед этой программой. Внимание. А что сын рассказывает? Он суду, учителев боится. Каже, я с собой что-то сделаю сейчас. И выбежу, каже, на дверь и втуплюсь в столок. Я так взлякалась, я в шоке была, я его взяла за руки, он начал меня бить крепко. Я ему руки так назад связала и вызвала полицию. И он еще как почувствовал полицию, каже, мама, не вызывайте полицию. Так может потому он хочет утопиться, потому что ты ему руки связала и решила полицию вызвать. Нормальное явление, то есть у тебя хочет ребенок, представим. Страшная ситуация, хочет покончить с собой и так далее. Ты такая, угу. Блять, связала ему. Нет, поговорить. Приободрить. Нет, 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 нет. Эта история не об этом. Связать руки и вызвать копов. О! Я уже понимаю, что у нее с головой прям бом-бом. Реально. Пробачьте, вы вашему сыну связали руки? Так, назад, чтобы он не мог не биться и операции, потому что он был в шоции. Я хотела его остановить просто. А что спровокировало этот шок? Не думал, мы еще связали. Он был такой список, где мама говорит, как можно доказать, какой доказ есть. И вот это будет конец им, всем учителям и родителям. Что? Какой доказ? Он принес такой список. На списке написаны названия детей и деньги, которые они вносят, по 50 гривен, и расписи детей. В принципе, это нормальная практика, когда существуют какие-то родители комитеты, родители и родители. Я давала, я давала каждого года, там у моих никаких не было. Там даже туалетной бумаги не было, ни ручников, ничего, ни мила не было. Я просто хочу понять, почему, кто поднимает первую руку на вас? Вчитель. Вы ему что говорите? Я хочу, чтобы мои дети... Харчевалися безкоштовно. А он вам ляп сразу, да? Так. Давайте послушаем, как обои. А степени, женщина. Я хочу бесплатный борщ. А мне кажется, это странно. Как Людмила рассказывала нашим редакторам, внимание. Я пришла в родительские сборы, попросила потребителей. Я понимаю, касается каждого. Пощували моих детей. Безкоштовно трех. Для меня отмолили. А он мне в бубен. С криками и сбойкою. И сказали, чтобы я подякувала мою куму за то, что она даёт какие-то податки, или благодейность вносит какую-то сумму. Я даже не знала. Я подякувала им. И они мне сказали, чтобы я поцелувала ноги. Когда я подходила, они мне уже не дали целувати ноги. Они меня двоих закрили. Мені прохід. И учитель Гичун Василь Олександрович. Я тільки ноги целовать, а мені подача в бубен. Ну, вы знаете, я вернулся, когда рука так мені била. И так, оп, я така. И поцелувала. Я маю информацию, что вы писали заяву на одного зато. И ученик, он начебто сломал руку вашему сыну. А, ну да. Он защищался, получается. Від чего? Что это за ситуация была? Ну, он хотел идти домой, а он не пускал его. Ученик? Да, учительки. Они там помогали грехи збирать Оксане Григорьевне. Он не пускал его домой. Он стоял в фиртке и так хотел. Я не знаю, чи ударить, чи защищался он. Чи хотел браму открыть, может. И он сломал себе пальцы. То он сам себе сломал, чи ему сломал? Он сам себе, получается, сломал. А чему же вы писали заяву тогда? Ну, чтобы разобрались, чтобы не было никаких претензий до меня от мамы. Наши журналисты встретились с мамой этого ученика. Давайте послушаем, что она нам рассказала. Внимание. Хлопчики мои, рядом в школе учатся, старшие. Это так же, в один класс ходят. Вона еде ровером, я иду в магазин на селе, еде ровером, и везу его сзади. И бачу, что рука такая. Я еще говорю, Коля, сын, а что ты сделал? А вона меня обоклала там. Через два дня приезжает милиция. И говорит, что ваше дитя сломало руку ему. Как сломало? Он его убил. У вас тут двори, где-то там, они играли все. И говорит, что он его покотил, и убил, и сломал ему руку. Оказывается, что вона своего сына, ну, как сказать, наставила, как сбрехать. Он сам сломал. Как приехал домой, он боялся матери сказать, что там все жены, там и человек в колоке, и дети в колоке, и свикрухал под кулаком, все под колпаком, под ее руководством. Вона зашла в школу. То есть она всех дома клепает. Взяла моего, моего дитя за бари, притягнула, кинула в класс и сказала, ставай на колено и проси прощения. Женс, демон. Прощения, скотина, зашло. Что ты ему руку зломал? Ну, как же ж, он плачет, он злякался, пришел еще участковый, и он мне таки, каже, если мы докажем, что твоего дитя зломало руку, мы его посадим. Охренеть. То получается, что малий защищался. Он его не ударил, а просто сам, получается, сам собил, открывал браму неверно. Так, но вы написали заяву на конкретного учня. Вы его звинуватили. Ну, но если вы посадили, разобрались, а вы завели ученика в класс, я так понял, поставили на колено и сказали, чтобы просили убедение? Да, что, выбачивался за то, что не пускал до дому. Вы также не имеете права никакого. Я имею полное право. Нет. Вы не имеете никакого права трогать чужого ученика, чужого ребенка. Давайте разберемся, что вы у нас на школе. Светлана про запас решила рассказать о том, что происходит в школе, когда туда приходит Людмила. Я приглашаю в нашу студию Светлану. Добрый день из студии, я пришла сказать Люда правду. Это не тебя бьют, а это ты всех бьешь. И скажи Люда правду. Я столько перетерпела за твоё дитя. Ну, ты хочешь побачить правду, то сейчас побачишь. Люда, ты в милицию ходила, ты заяву на моё дитя писала. Но она же не посадила. А ты хотела, чтобы его посадили? Я хотела разобраться. Ты разобраться? Он приехал, твой маленький домой. Он сказал, мама, мне палец болит. Ты что сразу? Они же тебя боятся. Они тебе не могут слово сказать. Он тебе правду не сказал, потому что он боялся тебя. Кто? Дети боятся? Дети боятся её. Дети не боятся. Он ей не сказал правду. Он на второй день, это было так как бы под вечер. Кто таким мама, что много детей. И я и Коля, они с первого класса дружат. Они там поехали до учительки классной Керемнички Оксаны Григорьевны. Они там с детьми яйнами игралися. Коля хотел ехать домой. Мой Вадим каже до него, Коля, подожди еще немного, и сейчас мы разом поедем. Он хотел на ровере, Вадим держал ровера. Он его ударит кулаком в голову и выривается и едет. Ну, тут день прошло. На второй день я иду в магазин, люди едут с ним на ровере. Я еще такая, я всегда так до детей. Коля, сын, а что это ты сделал? А она у меня там, так и так. Это твой Вадим. Я приходу до хаты. Я говорю, Вадим, это ты, Коля, руку взломал? А он плачет. Он у меня сразу так, если он не винен, он очень плачет. Мама, я его не чипал. Я ему не ломал ничего. Через два дня приезжает до нас в милицию. Кажет, вы знаете, что ваше дитя может посадить? За что? Он взломал руку. Ну, я такая спильчивая, крепкая, я сразу кричу. Я потом говорю до него, Вадик, сын, ты мне скажи, ты ему руку взломал, а он говорит, маму, а кому ты веришь? Им или мне? Но он так плакал, у него такая была истерика, и я, что до наследователь приходил, я говорю, я вас до себя вызывала, я вас не вызывала, выйдите из хаты. И нет, что мне дитя этого травмировать. Отже, ваш сын не причетный? Нет. Если вы сказали, что вы такая вспильчивая и сразу кричите, то, может быть, вы действительно так можете ударить Людмилу? Вона жалилась, тут сказала, что ей бьют и батьки, и бьют и педагоги. Люда, Люда, схаменися, Люда, на что это и позор, на что это все, схаменися, кто тебя бьет? Правильно, если в школе Людмила Ивановна кусает руки, то людина Олександр Васильевич, он мусил отпихаться, а что ждать, пока она его раздере, разберет? А чему кусает? А я знаю, может, она голодна, ты кусает, я откуда знаю, чему она кусает? Ну что, она заходит, заходит и начинает кусать. Ну, власне, она говорит, что и дети голодные в школе. В ее такой случай был девчонка, упала в 2-м году в школе, на 1-м уроке. Питание, чего дитя на 1-м уроке может зомлеть? От голода, оно значит голодное. Если дитя нагодоване, оно не упадет. Ну, мы же видели, как готовят детей до школы Людмила, там снеданки. Я тоже могу так сегодня нагодовать. Тобто, что дети приходят в школу голодные, вы считаете? Да. Мой парень ходил туда не раз играться, и он видел все. Хай, в ней сейчас доглядают деда. У нас на дороге люди смеются, кажут, люди возят деду вареники, млинчики, а дети вдома сами соби колотят млинчики и жарят. И какие дети, вот, пані Людмиле, расскажите. Коля, он очень, и вот это я почула, что она сказала, что Коля там вешаться, или что он хотел. Нет, тогда, как она была в школе, Коля ей сказал, мама, если ты пойдешь еще раз в школу, я пойду себе что-то сделаю. Тобто, сын против того, чтобы мама ходила и там сварилась. Да, потому что ему стыдно, он же уже 8 класс, он подлиток, ему стыдно. Но Людмила рассказала, что она отстоит права своих детей на бесплатное харчевание. А она только одна много детей? Я мало забезпечена, у меня есть тату. То почему другие родители ее в этом не поддерживают, чтобы не только она, а ее дети, а и другие дети имели право на бесплатное харчевание? Катя, он тоже трое детей, она не добивается, чтобы дети харчевались бесплатно. У нас в школе столовая, вот это не так давно сделали столовую. Мы довольны, что она у нас есть, эта столовая. Мы все добивались. То Катя не хочет, чтобы дети ей не говорят, как я могу заплатить за своих детей? Ну а вона не может. А чего вона не может? Получать социальную 17 тысяч, и вона не может. То хай иди на работу. Я только одного года получила. Я тоже не день не роблю. Екатерина Марчук, мама ученика этой же школы. Нет, ну там же история, типа, есть две разные вещи. Типа, то, что ты многодетная мать, это одно. А малоимущая семья, это совсем другое. Можно быть обеспеченной многодетной матерью. Нет, чтобы за столовую. Может, там какая-то частная столовая в этой школе. И вы тоже многодетная мама, да? Да, я тоже многодетная мать. У меня трое ходит детей в школу. Я не получаю немало обеспеченных, никакие деньги. Но я свои детей содержу, как уже же мать. Даю и на харчевание, и вливаю, и взываю, все. А то, что она говорит, что она детям варит, вы показываете, это неправда. Пришел человек ей с работы в вечере. А мы тоже работаем. А дети ей тата выглядят. Не маму выглядят, а тата выглядят. Чтобы тату что-то дав им ести. Запарив тату мне вини на вечеру, а мама вскакивает. А ты чего мне не запарив? Человек и старший хлопчик схватился и побег на дверь. Сев на лаву, а она вызвала в милицию, чтобы моё дитя пошло топиться. И она добрая мама. Люда, про что ты говоришь? Кто тебе въехал в той школе? Приходит мой хлопчик с ее меньшим хлопчиком. Раз пришло моё дитя в калюжи обмазанное. Другий раз, третий раз. Третий раз приходит полностью, мало что дитя не втопленное в калюжи. Он говорит, мама, меня Андруша впихнув. Я на другой день. Я не права. Я ничего не маю. Я не права. Он ишел до школы. Вот так, как я с вами балакаю. Я говорю, Андрейку, потому что Андрейка не может она такого делать. Это она сварилась. Она так сказала. У меня святки. Но она пошла в службу молодой. Сказала, что я его била, смекала. У меня есть святки. Что я такого не делала. Вы погоджуетесь, что будь яка мати, это нормально, когда захищает своих детей. Я ничего не маю. Это нормально? Нормально. Нормально. Но слушайте, на второй день она приходит к мне в доме. Давай меня бить, хрестить, кусать за руки, целовать. Хрестить – это как? Видите, кусать, бить и целовать. У нее фетиш какой-то – бить и целовать. Заметили? А, еще и кусать. В смысле, целовать и бить? Это как вообще совмещается? Мне это интересно. А, ладно. Ты что ж? А, ладно. Вот, когда я как-то так. Вот так. Вас? Да. Навещо? Ну, попитайте. Мы сами не розуміємо. Это такие самые инциденты выходят в школе. Я боюсь им... Хвилиночку. А закон забороняю когось хрестить? Выходит людина, когось хрестить. А, слушайте, а она должна меня кусать за руки? Кого эта женщина кусала? Милиция где-то разбиралась. Есть какие-то данные, что кусала? У вас была абсолютная возможность. Она кусала так же, как и она. Обратиться. А, подожди. Так же, как и она. Обратиться. Пойди снять покуси. Не побои, покуси. Мне в милиции сказали, как я уже разобрал, что мой хлопчик невинный. Они меня в милиции послали. Я проходила нарколога, психиатра, нервопатолога и терапевта. Послушайте. Мое дитя, оно такое было. И я в милиции говорю, мне встречную заявку на ЕИН напишу. А мне в милиции сказали, а что ты хочешь перейти на ЕИН розум? Друзья, давайте послушаем. У нас в студии родители других учеников. Екатерина Ткачук, Алла Чучкевич и Елена Гичук. Мой хлопчик учится с ее хлопчиком Миколаем. Ни одних батьковских сборей не приходит без бийки. Рек назад были у нас батьковские сборы. Забрались все батьки в классе. Классный керевник. И устроенный махач. Психолог был. Директор школы и завуч школы. Людмила Ивановна встает. А как присутствовал директор школы, она сразу встает и до директора школы кидается с руками. Вот просто так встает и с руками кидается. Сидела, сидела, встала и побегла ей хватать, да? Так, так. Кажет, ты чего тут присутствуешь? И что ты тут для школы делаешь? Чему ты учишь детей в школе? А именно, и что школа сделала для этих детей? Я, извините, не выдерживаю этого всего. И встаю и говорю, слушай, Людмила Ивановна, у меня трое детей. Директор школы подобается моей дитине лично. И педагоги меня все устраивают. И для нее задала зустричное питание. Кажу, Люда, а что ты, кажу, даешь для своих детей в воспитании? И что ты, кажу, дала для державы? Ну, вернее, вона сказала, чтобы держава харчовала бесплатно их детей. Ну, зрозумяло, смотрите, возможно, все же таки мает рацию Людмила, когда она отстоит права своих детей. Принайменно, на безкоштовное харчование. И очень удивительно, почему вот вы много детей на матер, там много детей на матер. Почему вы ее не поддерживаете в этом? Держава ей платит этого денег на детей. Мало забезпечено, держава ей платит. И она эти деньги должна пускать на детей. То есть дать эти 10 гривен, чтобы дети там харчовались безкоштовно? Да. Дети харчуются в день 7 гривен. Это не очень большая сумма. И я, вот эти деньги, она всегда, Людмила Ивановна, каже, что деньги забирают вчители, директор, завод, будь-хто. Ну, только не я. Нет, эти деньги собираются у меня. Я получаю продукты. Скажите, вот вы пытались вот так спокойно, как вы сейчас, разважливо, рассудливо, рассказываете, куда идут эти деньги, сколько их собираются, рассказать, пані Людмиле. Вона спокойно, я знаю, например, я ей боюсь, честно вам сказать. Вы ей боитесь. Тут, что сказать, как побачили, как человек берет кровью по стенам, малюет по дверям. Зачекаете, я просто враженный. Целует ноги, вхрестит, и еще кровью в своей... Возвивает сатану. Заходить до школы, режет собі руку, дети поховалися всі по классах, вчители всі, а вона ходит и метит хрестами двери, стенд виси с дитчими... Видите, заходят ножом, режет себе руку на глазах учеников. А таке было? Они меня побили, у меня пальцы с кровью истекались. Я в тебе уже бить, чтобы тебе пальцы... А что ты не вызывала скорую, если у тебя кровь текла потом? Возвивай скорую, и сразу, хоба, есть доказательства на это. Шановные, я смотрю на вас, а почему вы все на нее не кинулись? Ось, вы... А скажите, пожалуйста, вы изветуете, у вас есть в школе-место, где написано, сколько собрано, и куда гроши пришли? Нет, у нас в тенда нет в школе. То есть вы ховаете эти деньги? Нет, у нас документация вся есть. Я даже на студию привезла, до последней накладной. Вот все. Почему вы не показываете это в школе, открыто? Я показываю, из-за чего взрываются сборы, как только начинается мова про гроши. Сборы собираются для того, чтобы объяснить, рассказать все батькам. В вашей школе хоть одну гривню місцевая влада даёт на харчувание детей? Місцевая влада не даёт. Даёт только на малозабезпеченных. У нас есть 10 ученых. Вот эти, что держала дизленно... Назвите цифру, если вы владеете, назвите цифру, сколько малозабезпеченных и сколько денег даёт влада? Мне не показывают эти квитанции, что... Подождите, то есть есть всё-таки там 10 детей, малоимущих и так далее. И государство их оплачивает. Так а в чём проблема, что эти не могут? Может, у них нет документов, что они малоимущие или что? Малозабезпеченные. Это не до меня. Я глава Батьковского комитета. В школе те, что записали батьки... То есть школа не показывает вам, батькам, сколько их даёт держава, но из вас деньги собирают. Если вы желаете, я согласен, сдавайте, будь что. А если человек не желает... А почему я тоже маю двух детей? Так же маю. На работе я ни где не работаю, человек у меня тоже не работает. Но я же могу заплатить? У вас у всех такая претензия, но если я плачу, то чего она не должна? Почему? Мы маем у батьков плати за... Она вам говорит, что вы не государство, вы обязаны платить за... А школа не работает. Я сказала, что государство має меня поддерживать. Почему вас не поддерживают вот все другие, батьки? Почему вы одна просто и дитя против... Они боятся потирать работу, потому что они все работают в детском садочке. Кто все? И я работаю. Я боюсь... Вы боитесь втратить... Я сама здоровая. Я работу не боюсь втратить, я там не делаю. Но я ее как человек, я ее боюсь. Вона такими кляне, вона каже, я Мария, я свята Мария. Меня прислал Иисус Бог до вас на землю, я ваших детей содержу. Вона каже, я султан, а мне должны все уклоняться. Боже, ну вот скажите, ну как не включу выпуск, касается каждого, так трешняк. Ну как, аж без 100 грамм тут и не разобраться. Вы справді так дивно себе можете поводити? Так, я сказала, я дуже нерозумнейша и негарнейша. Я султана Мира. Так трапилося, що школа на сьогоднішній день стала заручником. Між державою, державными коштами і батьками. Держава в селищних, в міських, в районних адміністрациях виділяє певні бюджетні кошти на харчування пильгових категорій. І тому вона дійсно має право, вона має право на пильгових харчування своїх дітей. Бо в ней є статус малозабезпечений. Шановна, шановна, давайте чесно казати ми. І школа не стала заручником, школа сама зайшла в цей статус. Якщо б директор школи прийшов і сказав, Пані Людмиле, від Тереби треба, перше, довідку про те, що ти багатодітна мати. Скажіть, будь ласка, у кого з вас є довідка? Є. Раз. Друге, у вас потрібна довідка про склад сім'ї. Хто з вас звертався за довідку про склад сім'ї? Підніміть руку, будь ласка. О, вже двоє. Гаразд. Хто ці документи з клопотанням подав до школи? О, ось, і ви теж? Тобто, після того, як ви подали, надається місячний термін для того, щоб влада школи надала до місцевої адміністрації відповідні довідки. Але скажіть, будь ласка. А мені сказали, я вибачаюсь. Люда, ти подала довідку пізно, вже діти харчувалися, як ти довідку тую принесла. І закон каже, що щомісяця треба поточнювати все це. Наші редактори пообщались з адміністрацією школи. І давайте послушаємо, як вони комментирують обвинення многодетної матері. Внимання. Найдраматичніший момент, напевно, який відбувся тут. Відбувся 18 грудня 2015 року. Свято було влаштовано для малейші початкових класів. Свято пройшло дуже вдало, дуже гарно. В кінці всі з батьків сказав, що такого свято неща. Директору? На що перша реакція Людмиле Євганівни була підірватися, щось сказати. Роскочила, почала кричати. Вона почала просто кидатися на батьків. І накинулася на Марчук Катю, яка просила, що Люда, заспокойся, не роби нічого демо. Я її відтіснила від Катерини Миколаївни. І попробувала прикрити батьків з надією, що всі розійдуться. І забулися, Людмила Іванівна, ходіть до мене в кабінет. Якщо у вас є якісь претензії, ми поговоримо. Людмила Іванівна переключилася. Витягнула на тільний хрестик. Цілую його. Я сказала, що не буду. Вона взяла мене за голову. І хотіла заставити поцінувати хрест. Певно, за батькам сталося, що вона мене битиме. Тому хтось із батьків вирішив мене вишаркнути. І автоматично Людмила Іванівна вчепилася мені в волосі. Після її відвидин виявилося, що на дверях учительської кров'ю намальовані хрести. І таким самим чином намальований аж три хрести на кабінеті директора. Людмила, ви можете пояснити оцю ситуацію конфліктну з директором школи? Ну, що вам непонятно? Хрести, хрести, вим'я отця, сина. Я не виновата. То мене били. І та кров вся, мене як царапали. Навіщо ви її змушували поцілувати ваш хрестик? Що відповідальність всю несла я за школу. А вона просто отримала гроші. Отвіт, за чим хрестом? Я їх навчала, щоб вони розумні були, відповідальні. А, ви навчали директора школи? Щоб вони був неусердні, щоб вони пробачали, прощали, навчали. І якби вона вас поцілувала ваш хрестик, то це було б... Прощення її, так? Так. Звучить, людина, багато дітна, мало забезпечена. Вибачте, вона... Неприятний цей адвокат. Ну, такий неприятний, токсичний. Он постоянно пытается... Ну, бля, адвокат, знаєте. Ну, есть некоторые адвокати, прям фу. І він пытается постоянно вот її оправдати. Даже коли понимає, що реально, чоловік, какашка по житі. Нет, какашка невиновна. Держава отримує те, що раніше годувала, а тепер не будуть годувати. А що ви від неї чекаєте? Я розумію вас. Послухайте, в мене мама живе в таких самих умовах. Да, в неї не троє дітей. В неї тільки мій братик маленький. Але моя мама так само зараз не працює. Вона отримує тільки свою пенсію. І соціальну, яку отримує зараз на 300 гривень менше, ніж вона отримувала 4 роки тому. Розумієте чи ні? Ну, при цьому моя мама не ходить і не робить те, що робить Людмила Івановна. Ми всі різні і ми ведемо себе відповідно. І вчитель повинен був розуміти, що батьки різні. Давайте зараз посмотрим відео, которое предоставили в школі. Відео було снято на одному із школьних собрань. Внимання. Відео було снято на одному із школьних собрань. Іди, 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 іди. Ось вона кусала руки, це діптя мовчити. Іди в школу бігала. Іди в школу бігала. Іди в школу бігала. Який любить людей, вчителів, мали розум, вічний, любов, 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 любов. Іди, 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 іди. Ну, я собі сказав, що вона боліна. Відповідно, що вона бігала. Ось ви, зберіте, я вона таке зробила. А діляфіса вона стоит. Людмила, ви опасний чоловік. Пане що, Панула, ви, мабуть, на батьківці збори не ходите. Ну, може, не кожного друга, але кожного третю збори самі такі. Ну, я на батьківці збори нікого не крещу. Це наше життя, панове, це ненормальність. Людмила, скажіть, пожалуйста, ладно, то, що ви там крестили, це було видно. Одного чоловіка, второго. Но потім ви кого-то за руку хотіли укусити, я видно. Я цілувала. Я казала, то наука буде вам вічна. Ольга, як повинні себе вести педагоги в цій ситуації? Я не про педагогів хочу сказати. Я хочу сказати, що мені дуже страшно за дітей. Дуже знервована ситуація. І ці діти, коли виходять на вулиці, вони починають соромитися людей. Вони починають соромитися своєї матері. В школі є психолог? Є. В школі є психолог. Це робота психолога. В школі є соціальний педагог? Є в школі соціальний педагог. В цій школі нема. Там є посади, але там нема. Ні соціального педагога, ні психолога. Тому що якщо б вони були, цього б не було. І оці троє людей, класний керівник. Короче, я так понимаю, этот адвокат, його хтось нанял, либо він согласився сам для рекламу а-ля защищати цю бобінку, тому що попахивало жареним. Думає, якщо що, я готов для рекламу бути адвокатом. Мені здається, це тільки так вигляділо, тому що він її так защищає, а адвоката, знаєте, як вбіць якихось. Максимально доказати, що той невиновен. І психологи повинні працювати з мамою доведеною довідчою. З кожного білого ікла можна зробити цуціня і можна зробити вовчення. І людина, іноді, у якій не вистачає культурі, освіти, встає на такий шлях агресії, всіх попустає всіх порву. Сразу после рекламы в нашій студії директора Реченской средній школи, як вона обіцляє плачні бої учителей і родителі, знаємо через нескільки минут, не пропустите. Мда, ну давайте, продовжуємо. Ми продовжуємо на телеканалі «Интерток-шоу», касається каждого, тема нашої программы «Бой, мама». Директор Реченской общеобразовательной школи Любов Вознюк сегодня приїхала в нашу студию, давайте її выслушуємо. Доброго дня, студія. Здравствуйте. 17 років працюю директором школи. Повірте, працювали з різним контингентом учнів, з різним контингентом батьків, але отака ситуація, яка, який не можу дати ради я, який не можна дати ради в районі, вперше в житті. І, мабуть, в деякій мірі просто хочу сьогодні послухати ваших порад. Можливо, ви порадите, як вийти з такої ситуації? А чому, скажіть, будь ласка, не вдається забезпечити безкоштовним харчуванням? Я зараз поясню все. Відповідно до закону України про внесення деяких змін в законодавчі акти України від 25 грудня 2015 року та постанови Кабінету міністрів від 18 січня 2016 року, надається таке пільгове харчування лише дітям перших, четвертих класів пільгових категорій. Тобто діти, пані Людмила, не підпадають під цю норму. Ну, вот то, що я і сказав тільки що. А потім ж у нас, реально, я помню, що навіть в Києві, в якій-то, не знаю, як зараз, був момент, коли реально 1-4 класи всіх кормили. От прям, мне кажется, так всіх, може, то, конечно, всі були малоимущі, хреново знають, ну, до хренища ходило. Тобто, ось цю історію, я в цьому знаю, що, типа, з 1 по 4 клас можуть кушати, типа, малоимущі. Так, да, ну, все, значить, член, даже, а уже старші діти, типа, ну, вони не підпадають під цей закон. Все. А она говорит, а мені насрать на закон, типа? Підпадає під цю категорію, і при умові, при наявності, якщо у нього є така довідка, стільки довідка приходить в школу, тобто, з дня подання цієї довідки, починається його пільгове харчування. А у вас довідки такої ще й досі немає? Є. Ну, ми не... Ні, ви кажете, є, а директорка ж немає. Харчування є. Справа в тім, що ми добивалися того, щоб зробити в нашій школі їдальню, зроблену власноруч, в принципі, за допомогою сільського голови, за допомогою спонсорської допомоги батьків. Працювали всі разом. Відділ освіти, працювали батьки, працювала сільська рада. І ми всіма силами, всі разом зробили їдальню. Спочатку, знову ж таки, було пояснено батькам, що вони мають зібрати довідки. І, відповідно до цих довідок, в нас коливається кількість дітей, які харчуються по цих пільгових категоріях. Це може бути одного місяця, якщо, наприклад, довідки закінчуються сім. А на теперішній час, наприклад, на теперішній час, у нас таки за довідками з пільгових категорій харчується 14 дітей. Тому що, крім мало забезпечених, ми маємо в школі ще дітей, позбавлених батьківського опікування. Справа в тім, що Людмила Іванівна до мене з такою довідкою перший раз звернулася 2 вересня, а другий раз вона принесла цю довідку 1 березня. Ми з Людмилою Іванівною, я пробувала їй пояснити, що якщо нема грошового підтвердження, школа не може забезпечити. До речі, я знаю, що вона зверталася в райдержадміністрацію з таким же ж питанням, я не знаю, чи це була заява, і в райдержадміністрації пояснили те ж саме. Ви говорите, вона принесла вам 2 сентября і в марте, да? Так, через пів року. Да, і вона не получила. Чого не получила? Не, не, не. Я по свої кошти годувала трьох дітей. Нет, стоп, 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 подождіть. Не трогай, однок. Стоп, тихо, тихо. Заспокуйся, я знаю. Вот смотрите, спокійно пытаемся разобратися, і ви сразу на конфликт. Не кричи. Не кричи. Успокойтесь тоже. Давайте все немножко снизимо градус. Мене людина теж в АТОБУ. Мені справки не дали, щоб моє дитя харчували безкоштовно. Послушайте, давайте, давайте, ви слышите, о чому я говорю? Конкретний вопрос. 2 сентября Людмила принесла вам справку, да? Она, її дитя, вона получила бесплатно? Андрійко отримав, але не з 2 вересня, тому що харчування, відповідно до наказу відділу освіти, на той час ще це був відділ освіти, було організовано з 15 вересня. Харчування почалося з 15 вересня. Андрійко отримав харчування, Оленка із Миколкою – ні. Потому що вони вже вийшли… Вони вийшли з цієї категорії. Але, шановні, ви, чому ви, просто старший, 8 років вчився в вашій школі. Ви знаєте цю жінку, вона жива разом. Чому, знаючи її характер, ранімий, скажімо так, чому ви не написали на аркуші папери, з посиланням на усі нормативні документи, не вручили її цього? Ви чиновник, ви не лише вчитель. Ви чиновник. Чому ви це не зробили? Так, я пояснюю, справа в тім, що коли ми розмовляли з Людмилою Іванівною, у нас конфлікту не було. Вона зразу просто після цього почала дзвонити на гарячу лінію урядову і скаржитися, що я не забезпечую її дітей харчуванням. То який ви чиновник, якщо після вашої розмови початок, то ви спровокували оцей у ней? Та ні, звісно. Якби Людмила Іванівна хоч раз звернулася до мене з письмовою скаргою чи з письмовим питанням, наскільки письмово вона до мене усно звернулася, настільки усно я її. Любов Іванівна, а отут в цій ситуації, хто до кого як звернувся, що дійшло до такого? Справа в тім, що ви говорите, що це батьківські збори, це фрагмент не з батьківських зборів, це фрагмент 18-го, той, про який йшов сюжет, 18-го грудня, коли дітвора святкувала День Святого Миколая. Я привітала їх тоді. Це після виступу, а в нас був дуже вийшов гарний концерт, ми, як правило, робимо це свято для перших-четвертих класів. Сільський голова із спонсором прийшов, аби роздати подарунки дітям. Крім того, у актовій залі були присутні діти дошкільнята. І якраз майже закінчили роздавати ці подарунки. Треба комусь із батьків, я теж присутня, треба комусь із батьків сказати, що ще такого свята в нас не було. Скарбник вийшло подякувати батькам за те, що вони підтримують нас у тому, що ми хочемо відкрити їдальню. І тільки скарбник почала говорити, зразу почався скандал. Директор школи не має права гроші збирати. Я не збираю їх. Так. Вона каже, я маю право. У борщниця сказала, треба купити мебель. Я кажу, в мене вже грошей нема, в мене нема здоров'я просто. Людмила Іванівна почала кричати, вона не до мене, я зразу кажу, не до мене, не до скарбника. Ви не маєте права збирати ці гроші. Дівчата, які сиділи пораз сказали, Людмила Іванівна ніхто нікого не заставляє. І тут зразу ті, хто це сказав, вибачте, почали отримувати по шапці. Уявіть ситуацію, в якій опиняюся я. За мною ззаді стоїть 30 дітей. Спереду сидять мами з маленькими дітьми. І єдине, що я прошу, що, будь ласка, винесіть конфлікт із залу. А ви не маєте право гроші збирати перед дітьми на святого Миколая? Але скарбничка не має право. А у вас розум є, чому при дітях, де подарунки, ви про гроші починаєте? Про гроші розмовляла. Це скарбник сказав, вона батьківського комітету. Вона не просила гроші збирати. Якщо взвали діти, навіщо ви про гроші? Вона хотіла подякувати просто батькам. Ви що, закон не звали? Вообще при дітях закон от якого-то року запрещає любі розмови о деньгах. Ви не знали цього? Я теж. Згарі. І далі я просто побачила, якраз була Катерина Миколаївна, Людмила Іванівна, якраз до Катерини Миколаївні підскочила. Я постаралася просто закрити її з собою. Тобто я взяла вогонь на себе. Але ж батькам, знаєте, батьки в селі цікаві. Вони почали відкривати двері і попробувати в цей час виходити із кабінету з дітками. Що ви можете сказати о дітях Людмилы? Яка в них успіхаємась? Какі це діти? Як вони контактирують з сверстниками? Раскажіть об'єму. Сказати, що ми маємо в колективі якісь проблеми з цими дітьми, я не можу. Діти виховані, спокійні, дещо замкнуті. На контакт із однокласниками йдуть важко. З вчителями ще важче. Ситуація в тому плані, що в Миколки і Оленки, я в них викладаю ще зарубіжну літературу. Всі інші вчителі, це саме кажуть, там завжди повчені уроки. Не можна сказати, що діти занедбані. Уроки вивчені в дітей. Рівень в основному достатній. А як вважаєте, оці конфлікти, вони позначаються якось на їх стані? Ну, дуже важко дивитися на дітей після того, що відбувається в школі. Дітям дуже важко це сприймати. Психолог наша пробує працювати на загал разом з класом і з дітьми. Психолог не працює. Син сказав, Миколка сказав, мама, ви знаєте, що наш психолог почув таку суперечку між дітьми. Дівчинка сказала, з Миколкиного класу сказала до третього класу дівчинки, там одненька дівчинка, каже, в тебе воші. А психолог побігла до мамі і сказала, передала. А психолог, в першу чергу, повинен був фельдшера визвати. Мають бути лікарі, провірити дівчинку, це не мають травмувати дітей. Миколка сказав, це неправильно поступили. Тобто ви ввірені в тому, що діти приходять зовсім іншими в школу після цих скандалів. Їх це все вгнітає, їм може бути стидно, їм тяжко. Ну, по Миколці це дуже видно. Навіть балакати до моїх дітей не будете. Ви не маєте право. Все, вам буде кінець. У нас психолог в студії, Елена Никитина. На цьому буде крапка, вас звільнять з посади, ви не будете працювати. Я вам істинно говорю. Має бути правда. Треба дивитися правді в очі. І зніміть очки свої розові, а подивіться людині правду в очі, психологу. Вибачте, будь ласка, я маю зір мінус 8 в діоптрії, і я, якщо зніму, я вас буду дуже погано бачити. Ну тут в очках добре дивіться. Людмила, я вас попрошу не оскорблять присутствуючих в этой студії. Я, к сожалению, кричать не могу, потому что я немножко простужена. Поэтому, если вы можете меня послушать, я в этом всем сейчас вытворюсь с вами. Я понимаю, что... Посмотрите, какая была сначала адекватная студия, и все спокойно очень воспринимали информацию. Буквально через 20 минут все уже завелись, пошли эмоции, и начал подниматься уровень агрессии. Это о том, что чем больше хаоса в этой ситуации, тем больше растет уровень агрессии. Я только слышу, знаете, какие-то факты набросанные ситуацию, например, я до сих пор не поняла. Я вижу перед собой женщину, которая либо доведена уже до отчаяния, и уже слово «деньги» – это как красная тряпка. Уже неважно, кто его произносит, и неважно, на какую тему. Ну, Людмила у меня вызывает неоднозначное чувство, и это сочувствие тоже, я ее тоже понимаю, я понимаю школу, я понимаю систему. Но я просто представляю себе, если вот это все, что здесь происходит в студии, умноженное на три, происходит в школе, где есть малыши, да, семилетки, которые смотрят и думают, а что нам говорить, да, если взрослые люди не могут разобраться. Любой конфликт должен быть выведен за рамки школы, за пределы школы, чтобы этого не видели дети. Дети не могут в этом быть. А если этого не можно сделать? Вот каким образом? Если я прошу Людмила Иванівна, зайдите в кабинет, а Людмила Иванівна в этот час кидается на инсекционер. Мои девочки травму навели, завели в кабинет. Они не мали права, они мали швидку вызвать, они не мали швидку. Они что, закрили на 8 годин ее? Они ей нанесли травму, девочки. Вчителька нанесла. Кондратюк Наталя Степанівна нанесла девочке мою травму. И ее закрили. Хтось побил? Не мило, не питание, 8 годин они ее тримали. Где этих 8 годин были вы? Мне сказала адміністрация, вона мала умерти. Вони ее отправили домой, потому что они очень большую ответственность за это. Чому вы не пришли туда? Они не знали номера моего телефона. Все началось с того, что у людей претензии, почему детей бесплатно не кормят в школе. Відповідно до принятих законодавчих актов, які я, как директор школы, не могу переступить. В отделе освіти райдержадміністрации не может переступить. Харчуватися безкоштовно могут только дети пильговых категорий перших, четвертих классов. А правозащитник Игорь Гадецкий? А мне насрать. Я хочу, чтобы мой мальчик кушал. И не важно, что он уже в восьмом классе. И еще хочу, чтобы мне школа выделяла по тысяче гривень. Так нет такого. Будет. Паракомментируйте, а что это законодательные акты такие, которые вот с первого по четвертый класс? Понимаете, мы сейчас были в Миле ставим в питание, как для спокойной, нормальной людины. Вона на сегодня неспокойна. Вона на сегодня не проинформована. Директор школы, який працює с нашими дітьми, він повинен в першу чергу працювати и с батьками, и с дітьми. Для этого у него есть посады психолога. И что он не працюет, вы даете эту посаду? Мне нравится это такая. Да, вопрос задали ему. Что это за правила типа с первого по четвертый? Ну, видите, что она сейчас, конечно, немножечко не в себе. И вообще, как бы, директор должен это, да. А вы видели, по чем сейчас гречка? Чем вообще на дурачка съехал? То питание стоит в том, что сам директор должен сказать, панове, у нас нища державами. И поэтому закон принятый и поминяный. То, что раньше было, то, что вас действительно, многодетных должны были кормить, на сегодня скасовано. Прийти и сказать, скасовано я не могу. Это то, что должны были вам нормальны люди, которые не были фаховцем в галузе права, но директор, посадовая особа, он был обязан. Пане Игоре, мы не можем подтверждать, была такая разговора или нет. Можливо, она была и она сообщалась в какой-то форме, но мать ее не приняла. Я лишь вас вопрос, да, как фаховца, как юриста, как адвоката, как правозахисника. Всправді, действует такая норма, так? На сегодня только те, кто имеет трое и больше детей, и лишь те мают право отримать безкоштовную допомогу, которые есть малозабезпеченными. То есть, треба, а, посвящение многодетной, без доведения с места проживания. В, причем, дети ваши должны с вами жить. Если дети будут где-то в интернате, это уже не будет рассчитываться. И вы должны иметь доведение о малозабезпеченности. Лише тогда директор имеет право взять этот комплект документов, отдать соответствующую районную инстанцию. Районная инстанция дать деньги, ну, через месяц, не раньше. И вы должны... Ну, смотрите, я вижу, у вас дома есть компьютер. Это все есть в интернете. Эти законы, они доступны. И вам, ну, бажано было бы все-таки понимать. Потому что, понимаете, что я вам скажу, вот, никто не сказал. Закон каже, что держава сприяет, но закон чётко каже, что ответственность за детей несете лише вы, а не держава. Ну, что херябуйся. И школа, и в особе директора школы, вона выполняет закон. Есть такой закон. Он, возможно, не на вашу пользу, но он есть такой, как он есть. А я хочу, во имя Иисуса Христа. Вы должны это понимать. Вы понимаете, паня Людмила? Ну, но она говорит, что есть такая программа в Вели, что будут ехать. Что? Программа только в районе. Если вы не подтвердите, что будет грошевая спрессия. Нет, такой закон был, и он есть. Послушайте, на разе, на разе. Вот вам говорит уже наш фахивер. Я поясню. Закон каже, что местные органы влады, залежно от наявности бюджета, могут, не обязаны, а могут. Можут, так. Люда, я вас попереджаю. Проте, что, враховывая этот накал, рано или поздно вы получаете административное стягнение, и потом местные органы влады порушат справу про позбавление вас от родственников в связи с асоциальным поведением. А что ты перестал ее защищать, я не понял? Э, лысый, ты что, поломался? Ты же, бляха, муха адвокат, что понял, что не вытягиваешь, да? И решил незаметно перекинуться на другую сторону. Ахах, ты, жук! Чтобы мы здесь не говорили, и каким бы мы не называли поведение Людмилы, нужно еще вот что знать. Людмила находит время и очень трепетно ухаживает за другими людьми. И наши редакторы встретили женщины, за которые ухаживает Людмила. Давайте послушаем, что она нам рассказала. Внимание! Я доглядываю рихтера Галину Матвійну, сейчас я ее буду вытягивать. Я взяла вчера борщ зеленый, тут я готую ести. Я официально по догляду, как оформилась. Я стараюсь, потому что это мои дети, и мне так же шкода. Ну, людей стареньких, похилого века. Я переживаю, чтобы никто голодный не был. И всегда думки у меня только про детей, про семью и таких людей, которые потребуют такой помощи. Ложусь спать, думаю, как там бабушка? Иди, зайди. Гри на двок. Добрый, спасибо. Ищите на здоровье. Галина Матвеевна Рихтер из-за проблем со здоровьем не смогла приехать в нашу студию, но сегодня здесь ее муж, Иван Брониславович Рихтер. Иван Брониславович, я вас приглашаю в студию. Давайте я вам помогу, Иван Брониславович, пожалуйста, присаживайтесь. Ну, тут дед уже, да, такое прям. Вот так вот. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, как давно Люда помогает вам? Та жиночка такая, что я ей пришел защитить. Она каждый день, что-то такое, что... Ну, понятно, типа, ну, а с хрена ли он ее не защищал бы, если она реально у него работает, помогает и тому подобное. Ну, удивительно было бы сказать, вы знаете, пожалуйста, заберите ее. что я каждый раз пытался подать знак, но его не видели. Поэтому она меня хочет убить, отжать мою тхану. Это, конечно, могло бы быть, но нет. Ну, ясно, что буду защищать. В больницу там было, меня туда возила, то уже через день пришла. Как ты ей, ну, я ей говорю, что-нибудь сказать, что такое, что на ей нападают. Я не могу понять, я вдячный, и моя дружина вдячна. Ну, скажите, вот, много кто говорит, что Людмила очень конфликтная такая людина. Я говорю то, что есть, я знаю, что... Вона все требует, она сказала, все сделано, все, каждого ранку она приходит, кто хлеба принесет, то в больницу за лекарством со мной ездила на то... Скажите, у вас какие-то непорозумения з нею были какие-то сварки? Я благодарен, что вона такая людина. Но вы знаете что-то про то, что у людей довольно сложные отношения с соседями, с школой, с родителями, там люди, знаете, там соседи, там, пробачивайте, курица пошла где-то на дворочке на той городу, то таке. Но я знаю, что есть соседи, большая половина, есть соседи, что благодарны ей. А вы знаете, через что сварки выникают? О, я вам говорю, что перейдет там через дорогу, что-то, из-за этой сварки. Людмила, она працюет у вас? Из-за улицы? Працюет. Так, а вы, ее работа оплачивается, чи она у вас безкоштовно працюет? Я еще не давал все ничего. Она говорит, мне будет от государства платить. Такое. Чтобы больше узнать о Людмиле, мы пообщались и с ее соседями. Давайте послушаем рассказ одного из них. Внимание. Соседка начала мені угрожати смс-ками, что спалить мне хату, что мою жінку выдрувают голову. Тебе, козел, подпалю хату. Наступно. Чтобы до вечера были гроши, чтобы твою дружину я не побил и не изуродовала. Твою курку порежу на кусочки. Далее. Я тебе, козел, отрежу. Яблися твою дружину, ви***ть, и понти в заднюю, и дрельку включать в призраконченый. Козин, ну, это уже там, там уже пошли. Так, как меня били ланцюгом, так и я позбираю вас по ланцюговой, через мертвых, как я кровью пролил, так и вы вилите кровь, пролиту на веки вечно, аминь. Аминь. Супер, она больная. Вы писали вашему сусиду оцей ганебной речи все? Так, я писала. А что она была? Вроде бы нормально была. Ну, скажите, она психически не... Она больная. Там психбольница, там не психиатр, там все, лечебница и детей отбирать. Я писала, бо він не розрахувався своим чоловіком. Він сказав до мене, йди, розбирайся до сусіда і забирай, хай забере свою долю, половина. Коли я прийшла до сусіда, сусід сказав, що... він мені тільки довірив і мені гроші заплатив, я нікому нічого гроші давати не буду. Але він мене послав туди, він мене послав, де мене побили, у мене ондосенці є. Вы писали страшні погрози. Дивіться, що зі мною зробили. Я покажу, що мене побили. Людмила, я сама себе не могла побили. Сама себе не могла. Я прийшла за своєю долю, і де мій чоловік працював. Послушайте, на секунду. Мене бить не треба. Послушайте. Я вас одразу зрозумію. Якщо у вас сусід вас побив, не сусід, не цей. А другий сусід? А ми спрашуємо про це. Ви писали цьому чоловіку цей смс? Так, він не розрахувався зі мною. І він сказав, іди розбирайся і забирай свої гроші. Послушайте, ви вважаєте розумним і правильним обіцять чоловіку отрізати яйця ілі збити голову і збити його жену? Максимально умовно. То зароботу, хай тоді він треба було розрахуватися зразу, а не потім. Дед такий, а да, ти прям хотіла йому яйця отрізати? Унятно. Не можна грошей забрати два-три дні. Я ще раз говорю, ви считаєте це адекватною карою за те, що ви не получили деньги? А його адекватною карою? Що він мене послав до сусіда гроші забирати? І за це можна рубати голову? Він за це має відповісти. За це можна, послухай, я вас конкретно спрашиваю, за це можна рубати голови? Я не рубала. Ви розумієте, що я не рубала. Я за один проект полгода не получав деньги. І що я должен был... Це ваші проблеми. Не, 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 подождите. Ви не получали то ваші проблеми. Ви знаєте, я фотострол уже передумав. Доброго дня я прийшов на передачу, тому що написав заяву на свою сусідку, бо вона погрожувала моїй родині, дружині, дитині, що вона відрубає голову, що моя дитина повішилася. І в такому смислі. Андрій, з чого почався цей конфлікт? Конфлікт почався з того, що я попросив її чоловіка Василя, щоб він мені перевіз доски. Я з ним домовився, що він перевезе мені в неділю зранку, а в понеділок я йому заплачу гроші. І в понеділок грошей не було? Ви в неділю мені подзвонили і почали мені хамити, і всі смски це пройшли в неділю. А ви мені що сказали? Йдіть розбирайтеся до сусіда. Діліться. Вони разом працювали, двоє працювали. Йдіть забирайте свою долю вашого чоловіка. Забирайте гроші. Я попросив Василя, дивіться. Ви правильно поступили, що мене послали туди? Ви неправильно поступили. Людмила, дуже дивно, чому ви у справи чоловіка Я послав по гроші, який він правильний чоловік, де мої діти йому будинок ставлять, а він сидить у корці. Ваші діти ставлять будинок? Жінку глядіть, і з дітей глядіть. Так, я можу перехреститися і на коліна стати. Не треба. Мої двоє дітей, йому будинок ставили, ціле літо ставили, доски тягали, тюки тягали йому. Я можу перехреститися. Вставайте, будь ласка, і сідати. Ціле ноги. То праця кров у моїх дітей пробивалася. То на весь світ буде будинок ваш. Будете там жити і радуватися своєю дитиною. Андрій, тобто справді діти Людмиле, вони працювали на будівництві, так? Не працювали. Були, коли привозили тюки, мені старший син каже, що давайте я вам поможу, закинути, мені треба тюки подати нагору. Все, я нікого не просив, нікого не заставляв. Мені дитя сказало, що він просив, заставляв. Трех дітей. Хлопчик, дівчинка. Трех дітей. Мені сказали діти, що він заплатить. Він нічого не заплатив. Було місяць, два і три місяці. Він нічого не заплатив. Ні копійки. А діти чекали, бо то діти. Цукерка купити. Так, в мене питання. Ви така класна мама. А чого ж ваші діти, маленькі діти, якогось біса, вибачте за слово, ставлять? А як я можу дитині сказати? Не йди, як воно хоче. Андрій, коли-небудь угрози, які писала вам ваша сусідка, вони як-то реалізовувались? Це моя пояка. Прийде, відро дай, дайте на тобі. Будь ласка. Будь ласка, відро тобі, воду бери, все бери. Це моя пояка. Любов моя, так? Підтримка. Оце все. Я вам писав смс-ки такі. Ви мені гамете, ви мені угрожаєте, мені, моїй дитині. Просто так не розумієте? Я домовлявся з вашим чоловіком. Вашій дитині ніхто голови не отріже. І вашій дружині ніхто голови не отріже. І вам ніхто в городу таку довгу не отріже. Людміла, ми вимушні не будемо зараз. Людміла, Людміла, якщо ви не успокойтесь, я лічно зараз виконую поліцію. То поцілуйте мене. І ти, і поцілуй. Не, ви не почуваєте мене чоловіком. Є. Я боюся, я боюся, я боюся, я боюся, що я почуваю тебе принцесою. Возможно ли поставити точку в затянувшись конфлікті в Реченській средній школі? Продовжимо разговор об этом сразу после рекламы. Дякую. Психіатр. Лечебниця. Ми знову в ефі, це касається кожного. Тема ефіра «Бой, мама». Наші редактори поінтересовались у правоохранительних органів. Була ли Людміла раніше замечена в яких-либо нарушеннях? Ось що нам розповіли в поліції. Відносно громадян Кігічун, жителі села Річкі жалілися, ну разів п'ять чи шість дзвонили, це однозначно. За вчинення дрібного хуліганства в школі та управління освіти Корицької РДА. Ну і виник конфлікт тоді законно-чим обов'язки начальника відділу освіти. Вона там некоректно себе обображала нецензурними словами, тому було з працівниками поліції складено на її адміністративний протокол. В державній установі, вражаючись нецензурною лайкою, шарпаючи працівників органів державної влади, вона, ну, чим порушила громадський порядок в даній установі і зупинила роботу як державну установу. Гичун Людмила Миколаївна викликала працівників поліції у зв'язку з тим, що її неповнолітній син ображав її нецензурними словами. Виїжджали працівники поліції, дана інформація не підтвердилась, у зв'язку з чим було на громадянку складено адміністративний протокол. Ви викликали поліцію до вашого сина, так? Бо він вас ображав. Він мене не ображав, ні. Щой на поліцейській сказав? Ні, поліція сказала, платіть гроші, я кажу, у мене грошей нема. Він каже, прийдуть гроші в банк, ми вас знімемо. Людмила, ще раз, чому ви викликали поліцію? Бо вас ображав ваш син. Він мене не ображав. Щой на поліцейській сказав? Він був в шоці, що казав, що можна доказати мамо цим списком. Вони оце роблять і оце вони показують. Чому тоді ви викликали поліцію? Щоб його заспокоїти. Просто навчити, сказати, що він не виноватий нічим. Андрію, скажіть, будь ласка, наскільки реальними були ці погрози від вашої сусідки? Чи вона справді могла щось скоїти? Наскільки, що від відносильчан... Слушайте, ну, вона реально могла би. Я вам скажу вам чесно, хрін пойміть, що в нього взагалі в голові? Це реально манічела непонятна. Це така шумошка. Я там ще поки не живу, але відносильчан... Будете жити? Ммм... Може бути. Може бути. Мене просто дружина дуже хвилювалася, розумієте? Ну, я розумію, діти так. Ваші сусіди напишуть заявлення. К вам спочатку прийдет, побеседують доктор. А потім доктор составить відповідний документ і через суд вас відправить в лечебницю. Мене ніхто не відповів. А подтвердження адміністративні будуть ще к тому, що вас лишат прав... Ніхто мене не лишать. Ні, в більшості случаи... Повірте, повірте мені! Вам це треба? Я встану на хвиліна, повірте! Ніхто! Ніхто! Я сказала, до моїх дітей пальцем не притикнеться! Ви не маєте право! Я цього не роблюю! Ви розумієте рістами! Ви не маєте право мені казати зараз! Це закон! Ви не маєте право! Я повністю здорова! Я не встану, доки вибачиться, що він скажу, що такого не буде! Бо я справедлива жінка! Чувак, ти її захищав! Давай! Що це це одразу? Твой клієнт! Давай, захищай! Адекватна жінка на коленях стоїть. Що тут такого? А Людмила? Я не встану, доки скажеш, що я справедлива жінка! Я маю захистити свої права! Я маю захистити свої права! Я підтверджую, ви справедлива жінка! Таких як ви, тобто ті, хто борються за свої права, нашій країні не вистачає! Ми така сіренька м'яса! Але на фоні інших, ви своєю активністю, іноді яка не вписується в закони, можете потрапити в дуже неприємну історію! Тому я вам раджу захищати свої права, встановлений законом спосіб! А мені сказали, як ви ображите, тоді ми вас завеземо, а я не ображала нікого! Добре, тоді я вас дуже прошу, сідайте, будь ласка, Людмила! СМС-ки, то хіба воно живе, то воно мертве! Де СМС-ки? Там дій нема ніяких! Ви розумієте, що дій там нема ніяких! А що ви можете сказати? А вона розуміє, що воно, угрозу життя, я тебе грохну і так далі, отрежу тебе Коко Шанель за це типо... Ну я ж ж не зробив цього, це ж просто СМС-ка! Не, ну вона притрушена, реально! А я в початку сказав... О вашем сусіді, о муже Людмиле, ви з ним питались уладити цю ситуацію конфлікт? Ні, не було, він навіть не дзвонив, я хотів з ним поговорити, то він втік від мене! Він казав, що ви поговорили, що я з вами розрахуюся! Чоловік чекає гроші! Я розрахувався! Я розрахувався з чоловіком! От зараз, будь ласка, запросіть чоловіка по цьому питанню! Добре, запрошуй! Чоловік Людмила! Ходи сюди! Здравствуйте! Ходи сюди! Ко мене! Ходи сюди! Скажи, як за це діло було! Розкажи все! Розкажи правду! Він тобі допомагав, Вася, скажи! Гроші віддав Василь! Ну все, які питання до мене? Я розрахував з вами! Чого ти приїхав сюди? Свариться приїхав сюди! А, не страшно! Свариться приїхав? Так от, скажи йому! Деньги отдал? От, скажи йому! Не отдал же! Скажи! Отдав деньги? Отдал? Да отдал! Чого це приїхало? Свариться! За нашу подяку, за нашу вдячність! Василь, я можу зачитати! Людмила, ви почули? Гроші отримав Василь, ваш чоловік отримав! Через бійку! Скажи, як воно було! Через бійку! Він є і цього! Він мене ланцюгом побив! Він мене послав по гроші! Я прийшла! Він ланцюгом мене бив! Хто побив! Я попросився! Хто побив! Сосід! Такой! Він мене послав до сусіда по гроші! Він з ним домовлявся! Побив! Сосід! Претензії до цього чоловіку які? Він мав право сам гроші дати! Зачекайте! Ви гроші отримали! Яких? 50 гривень! Хай за мораль він в черп дасть! Не допомагай! Просила! Ти знаєш, що за працю, за любов! Василь, скажіть! Вас дружина б'є? Нічого вона має мене бити! А що у вас за синець під оком? Немає? Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе! Це туш! Чи як там називається? Тут що? А дітей ваших б'є? Не б'є вона дітей! Може на сваріце! Знаєте, то таке діля, що не слухаю! Люда, якщо вас і вашого чоловіка побили ланцюгом, чому ви не написали заяву до міліції? Я написала! Приїхали правові органи! Вона є? Є така заява? Є! Я написала! Вони приїхали! Вони приїхали! Вони зразу, через десять хвилин приїхали! Нет, то, что вы написали, это одно. Мое быть документ четкий, на котором написана эта заявка. А сейчас нет уже. Взнятые побои, написана заявка. А проблемы были? А проблемы были в него. В него, не в нас. В него? В него проблемы были. Кто побил или кто? Через него. Людмила, значит, смотрите. С вами рассчитались. Да. Давайте этот конфликт забудем, насколько это возможно. Василий, я хочу у вас спросить о конфликте, который есть в школе. Вы знаете, почему там конфликтует ваша супруга? Ну, то она добивается этого. За правду. Но вы пытались поговорить с теми людьми, которые ображают вашу дружину? Разобраться? Ну, то там женщины. Что с ними доказать женщинами? В основном женщин, чтобы убить, что с женщинами? А скажите, пожалуйста, шановный. Вы слышали про то, что закон говорит, что если ты обещаешь человеку смерть, то не имеет значения, то делать что-то или нет, главное, как этот парень воспринимает эсэмэски? А я вам скажу такий другий закон. Я обещаю. Кто обещает смерть, то и сделает смерть. А кто обещает, то и не сделает никогда. Вот заповедь вам, Божа. Первая заповедь. Господа Бога твоего всем сердцем твоим. И всей твоей душой. И всем разумом твоим. А вторая заповедь, подобная ей, люби ближнего, как самого себя. Васька, вы работаете? Нет, я по догляду, мать у меня старая. Мать старая, я слабая. То как я? Скажите, пожалуйста, какой доход вашей родины в месяц? Ну, то, что тебе какое-то молоко хоть сдаемо, то и мы имеем. А от государства вы получаете? А от государства я 16 гривен получаю. И все, и все. То есть, ваш доход вашей родины – это 16 гривен? Да, так оно идет. По догляду. По закону, так. Нет, я имею в виду, вам что ж держава, напевно, что вы платите, как малозабеспеченные родины. Одного года, одного года, только по догляду. А эти годы мне никто не давал. Только до трех годов. Я не мало. Який доход у вас в месяц в вашей родине? Чотири тисячі. То это звідки ці гроші? Шестьсот. Сот безу. Это от государства. Ну, то что ухаживают, да? Скажите, сколько грошей вы витрачаете на продукты харчувания? Ну, я знаю, в месяц именно что. Но гривню пятьсот – это самое меньше. Такое. Что-то. Ну, если даже взять тысячу, например, тысячу, я понял, то решта грошей, не можно было бы выделить эти семь гривен, которые собирают родители? Я выделяла, но моих детей не годировали. Я гроши платила. Мои дети были голодные. Поверьте. Тут брехни нет. Я давал деньги. Пане Васильевне, неужели вы считаете, что этот конфликт, эти бейки, эти сварки, дети это все видят? Неужели это все… Выправданы этими семьями гривнями, которые вы, в принципе, спроможны, вы бы заплатите? Не нам стыдно, а хай им будет стыдно, что они ели и наедалися. А забирали у моих детей последний кусочек кришечка хлеба забирали. Хай им стыдно, это все равно. Вам стыдно будет, да. Вам стыдно будет, мне не стыдно. Наши журналісти поговорили с вашим старшим сыном. Давайте послушаем, что он сказал. И, собственно, какой выход из этой ситуации он видит. Внимание. Вчетели до меня, даже после конфликта, нормально ставятся. Как до всех детей. Вчетели сказали, если даже возник конфликт, то дети туда ни при чем. Дети не должны ответить за своих родителей. Я думаю, что то за Андрушу то можно получить, а я то могу заплатить за меня. Потому что там некрепко и много. А ты знаешь сколько? Ну, 80 гривен все платят. Я про это маме говорила, но мама ответила, что в ней нет денег. Бедный ребенок, это просто тупо страдает ребенок, а только мамаша. А вы батя, конечно. Я могу попросить бабуси. Ну, я маме говорила, чтобы мама где-то, может, пошла на работу. Читата, может, где-то пойти на работу. Мне же неприятно. Я не хочу, чтобы в школе мама старилась. Мне же нужно складывать сына его, чтобы учиться в классе. Житлетний ребенок. В каком трешнике он живет? А мы работаем. Мы работаем. Син сказал, что мы работаем. Мы работаем, работаем. У нас труд важкий. Вы понимаете? Как вы разумный человек, вы должны понять, что у нас труд очень важный. Есть ли кто-либо, Людмила, из вашего окружения, кто вас поддерживает? Скажите, пожалуйста. Поддерживают меня все соседи. У меня отношения с ними хорошие. Я и добрый день скажу. Все мне добрый день скажут. Вот родственники вас поддерживают? Как вы определяете, что у вас хорошие отношения? Ну, я им добрый день, они мне добрый день. Все. Поддерживают. Только у меня нет матери и батька. У меня сестры есть, брат есть. Сестры вас поддерживают? Поддерживают с вами. Мы пытались пообщаться с родными сестрами Людмилы, но они наотрез отказались что-либо слушать о своей сестре и говорить о ней. Объяснить такую реакцию смогла лишь сестра мужа Людмилы. Василий, ваша сестра приехала в нашу студию. Это Мария Касько. Давайте ее выслушаем. Спасибо, что она здоровая. У нее все боятся. Добрый день всем. Добрый день. Привет. Людочка, спокойься. Все будет хорошо. Спокойся. Мария, а вы можете объяснить, почему родные сестры не приехали, чтобы поддерживать Люду и наотрез отказались вообще что-либо о ней говорить? Я знаю Люду, девчинка, вона вошла за моего брата замуж. Детки были, было все добре. Детки были чистенькие. В хаті был порядок. Люда была добра мама. И нас хорошо принимала. Все было добре. А я не знаю, что сталося. Ну, зачекайте. Сестри, когда мы с ними разговаривали, они сказали, что вы прекрасно понимаете, в чем проблема. Чему склалась такая ситуация? Чему они не общаются? Здавалось бы, они не общаются. Что там такое, как там, я не знаю. А вы вообще часто спілкуетесь с вашим братом, с Василем? Спілкувалися часто, по телефону спілкувалися. Тепер уже не спілкуемся. Дуже рідко хочем спілкуватися. Чому не спілкуетесь? Что? Мы не можем до него дозвониться. У меня телефон поломался. Телефон нет. Его телефона нет. Не можно. А до люди вы не хотите подзвонить? Хочемо. А чему не дзвоните? Дзвонимо. Дзвоним, но люди выключают телефон. Бывает. Выключают телефон люди. А чему она так работает? Короче, тупо это снижает. Она не хочет спілкуватися, наверное. А чему? Как вы считаете? Не знаю. Мы ничего ей плохого. Мы с ней не сварились. Ничего плохого ей не делали. Людмила, скажите, пожалуйста, вы, возможно, можете пояснить, чему ваши сестры? Вы сегодня сказали, что они вас поддерживают, но они, кажется, вас не поддерживают. И даже слышать и видеть не хотят. Я правду сказала. Я была очень маленькая и на них працювала. Я им поработала веселье. Христини поработала. Я их поддерживала. Чем могла. Да. Хлебом последним делилась. А теперь им им соромно стало. Я думаю, что, может, они и справятся, будут до меня добрее ставиться. Что? Теперь так вам вдячали, да? Ну да. Я думаю, что это подяка мне сегодня за всех. Скажите, пожалуйста, ваши сестры, наши журналісти с ними спілкувались, они сказали, что вы их звинувачивали у убийства. Да. У убийства одния из сестер. Это тетка. Она не мала права колоти. Она ее колола. Она ее приускуряла смерть. Кому? Сестри. Сестра мне сказала, что у меня денег нет, я не позволяю мне колоти. Людочка, помоги мне. Она забрала телефон. Тетка забрала телефон. И моя сестричка втекала, и она ее колола. Это неправда. Это неправда. Не текала она. Это неправда. Сестра очень хора. Ну то в селе я видела, потому что Люда мне написала такую, Люда до меня не говорила по телефону, написала такую смс. Моя мама, ее мама уже померла. Моя мама просит, чтобы ты занесла моей сестре булочки. Мама, которая померла, ее попросила, да? Я пошла, сестру проведала. Сестра лежала очень хора, лежача, без телефона. Ни кого дома, нет сестра, одна сама. Ви сейчас чула про звинувачение в убийстве? Ну, в селе чула. Тобто, Люда кого звинувачивала в убийстве? Тетку родную. А через это сестра с ней не общается? Не хочет общаться? Ну да, потому что 7 дней не могли сестру захоронить. А тетка ходила, тетка уже такая в руках, тетка ходила, смотрела, потому что больше никто не смотрел за сестрой. Людмила, колись до вас агресію проявляла якось? Так вона не проявляла, так, от так не проявляла. Ну, битись, а не лезла до вас? Ні, ні, ні. Чому вона отак в якусь мить стала для усіх чужою, всі від неї відвернулися? Не всі. І не всім. А я скажу, такий є закон у Бога. Бог сказав, за любов від вас відвернуться всі. Ви будете дарувати всім безкоштовну любов. Вы понимаете, що... Какая ситуація відбувається? У вас голову бом-бом. Мені чесно іскрінь вас жаль. Тому що ви зараз одна в цій ситуації. Тому що ви не виноваты в цьому. Я свята. На мене крові немає. Послушайте, ви понимаєте, що це неадекватно говорить, що ви свята. У мене момент. А ти потім кадри передаю, там, психіатрам, якісь органами, які можуть чоловік. Ну, як менію просто проверити, адекватний ли людина. Мені чесно, що вона чомусь цю проверку не пройшла. Та, простіть мені. Я істинно кажу, що ви будете в царстві небесному. Колись побачимося. Святих людей немає. Вони потім становяться святими. Ви це розумієте. Ви розумієте, що ви боец. Ви хочете зробити щось, змінити щось. Ви це розумієте. Ви зараз видите, що в такій ситуації ви не змінюєте нічого. А ви зря говорите. Що именно зря? Ну, що я нічого не зрушу з цього місця. Я зрушу. Тобто ви уверені, що... Я уверені, що горе зверну. Але ви розумієте, що ви зараз одна. Ви розумієте, що зараз проти вас всі. У вас є церкова. К чому це взагалі річ була? І що батюшка каже? К чому це що-то ляпнуло? Ви розумієте, що проти вас всі? К чому це теж було тільки що? А батюшка сказав, чи знайдіть хоч чотири праведних на землі, то їх нема. Чому так тяжело Людмиле контролювати свої емоції? Чим більше Людмила чувається вокруг себе, що люди проти її настроїні, тим більше її кукуха. Тим більше її починає емоціонувати, агресувати, і таким образом проявляє себе. Я б, знаєте, хотіла зараз не к Людмиле обратитися, а ко всім окружаючим. Є щось, що йде не так. Чому не можна до цього відноситися по-человечески? От у мене більше питання. Зачем вистраювати війну? А я хочу вам задати запитання таке. Ви є людина? Людмила, ви людина? Я щас закінчу і відповіду, хорошо? Не, ви зараз відповісти. Відповідаєте мені. Ви є людиною людина? Так, так. Є? Так. То не судіть, будь ласка, щоб ви судими не були. Я не суджу, я хочу вам, будь ласка. Щоб вже судим не були. 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 Людмила, і настроїть... Я... Вообще насрати. Все под одну гребенку. Я хочу вам помочь. Ізменить ситуацію. Давайте послушаю. Не треба нападати, не треба защищатися. Надо вместе решати цей вопрос. У Людмилы є цель. І она хоче це получить. Цель стать святой. Можете показывать бумаги, вы можете показывать, да, какие-то законодательные акты. Речь идет не об этом. У Людмилы є цель, она не услышит. Ей надо помочь каким-то образом разрешити этот вопрос. Это про разрешение. Потому что не надо делать Людмилу агрессивной. То есть, другими словами, если бы там все еще плюс 25 копеек скинулись, и получилось бы те самые 7 гривен, может быть... Нет, это не про человеческое отношение. Если все, у меня ничего від вас не надо. Это не про які гроші, не які копійки мне не надо. Это про человеческое отношение. Але я хотела подивитися правде просто в очі. Учитывая, ну, вот такое поведение Людмила, стоит ли обратиться к специалисту какому? Просить о помощі? Я не хочу, Расклер. Например, я не хочу. Я не совсем согласен с коллегами, знаете, потому что это, по-моему, не-не, это такая некая, знаете, подмена понятий. И мы хотим спрятать вот это вот, по-моему, ощущение, очень странное. Это конкретно надо решать совершенно четким образом, дать этому, что называется, психиатрическую оценку. Чтобы вам не дали той психиатричной оценки. Мы не имеем права на психиатричную оценку. Нет, конечно. Не переживайте, не переживайте, а без здоровья мали. Чтобы вам твои оценки не дали психиатричной. Вы... Сейчас проклинаю тебя. Вы меня послухайте, что я кажу. Не переживайте, а без здоровья мали вы крепко. Алексей, вот смотрите. Диагноз поставить легко, очень легко, но снять его потом тяжело. Это вопрос эмоционального состояния человека. Я не имею никакого морального, этического права ставить Людмиле диагноз. Это будет непрофессионально. Ты психолог. Я могу порекомендовать обратиться, Людмила не хочет. Я у нас психиатр ставить. Она имеет на это право. Есть родственники. Если родственники видят, что и Людмила на поведение каким-то образом влияет на детей, это может делать и директор школы. Но если у школьных психологов... Общество, общество имеет право... Тогда, да, но это нужно действительно писать заявление. Это должна быть комиссия, это психиатрическая экспертиза. Но это не здесь. Потому что, вы знаете, доведенного до отчаяния человека, иногда он выглядит неадекватно. И можно сказать, ну вот все, здесь есть диагноз. Не, ну это нормальный вид доведенного до отчаяния человека. Здесь очень надо словно. Будь ласка, справа в тим, что... Відступить, нечиста сила, от Духа Святого. Відступить. Не могу. А что ты будешь делать? Відступить, нечиста сила, от Духа Святого. Коли батьки звернулися за захистом, коли помалювали Христи, що Людмила захватила там одну дню, дівчинку зачепила, і батьки звернулися за захистом у райдержадміністрацією, відбувалася комісія зі звернення громадян. Комісія була розширена. На цій комісії, за рекомендацією цієї комісії, точніше за решением цієї комісії, мені як директору школи і голові сільському, запропонували написати звернення у районно-центральну лікарню, для того, щоби ті провели обстеження Людмили. Такі звернення були написані ще в травні того року. Я не знаю, яким чином, я знаю, що лікарня виїжджала, але про рішення цього, що було і якого, ми не знаємо. Який зараз вік? 21-й, а не комуністичний і союзний. Повірте, ми зверталися в соціальну службу за допомогою. Дуже розумні, майте розум, то майте на здоров'я. В психологічному супроводі цих дітей. Бог дам розуму! Дам Бог розуму! Важно ще то, що ви должны понимати, що вот ці все обращення, жалоби на вас, Людмила, вони можуть бути собраны. Действіно, може бути даст какой-то ход поліція цьому делу. Понимаєте, для вас можуть бути послідстві. І в цій свіці, Марія, я хочу вас спросити. Якщо не для нее, а для дітей. Для дітей, да, я как раз о дітях. Возможно, нужно буде какое-то время Людмиле на то, щоб оправитися після стресу, якось прийти себе, якось успокоїться. І стане питання, хто буде рідом з дітьми. Ви як себе вієте в цій ситуацію? Ви будете, рідом з дітьми будете ви. Я вам кажу істинно. Я думаю, що ми підтримуємо. Андрей Данилевич буде. А ви з Васєю це обговорили? Не, ми не обговорили, бо ми не спілкувалися. Ми ж не можемо... А Вася б сам справився з дітьми? Так, Вася справив бися тільки по одній причині. Вася треба трошки прикрутити. Ёжма ти не бачите, я же можу справитися. Да, він хай сам скажеш. А що з Васєю? Вася, що Вася? Вася, що люблю випити. Дивіться, що Вася не прикрутили. А по ньому так сразу не скажеш, що аватар? Я якось дашь сразу і не заметил, да? Часто люблю випити, я кажется, він бухає, не просыхає. Маєте здоров'я крепко, живіть на здоров'я. Вася мені сам кажеш, що я випиваю. Коли останній ви своїх племінників бачили? А літо буде два роки вже. Два роки ви їх не бачили? Сумуєте за ними? Так, дітки дуже добрі. Ви знаєте, сьогодні у вас є можливість з'явитися з племінниками, вони приїхали на нашу програму. Я дуже прошу всіх спокійними встати в цю секунду. Дітки, ми вас ждемо в студії. Ви чітю знали? Так. А, Леночка. Коля старший, Андрюша рядом і Леночка. Парні, привет! Бідні діти. Привет, привет. Ну, як дела у вас, розкажіть? Добре. Нормально. Добре? В школі добре учимось. Подобається вам в школу ходити? Так. А які улюбленні предмети, розкажіть, будь ласка. Трудове, креслення. А у тебе, Оленка? У мене малювання, трудове і математика. А на трудах, що ти робиш? Вишиваю. І є вже щось таке, що ти сама вишила? Так. А що саме? Рушничок. Клас. А друзі є в школі? Так. Як твоїх звати друзів? Розкажи, Оленка. Чи подружки? Розкажіть, Дима, Іван, Аліна, Дарина. Як все з такими родителями? Все. Ого, скільки друзів. Так, можеш їм привіт передати зараз? Я вам привіт даю. Коля, а твоїх як звати друзів? У мене квас дружній. Іван, Вадім. Ми з їм найбільше дружу. Коли там обідня перерва в школі буває, ви їсте у їдальні? Чи з собою щось вам дає матір? У їдальні. А що там дають вам? Суп і другий там. І, Оленка, ти так само хочуєшся в їдальні? А чи бувають якісь у вас такі неприязні стосунки з кимось у школі? Угу. Є хтось, з ким можна там трошки посваритися? Немає таких у вас? Немає. Немає? Ви б щось хотіли змінити в своєму житті, в своїх стосунках, можливо, з однолітками? Та ні, мабуть. Все добре? Ну, прекрасно. Прекрасно, що ви маєте захоплення. Прекрасно, що ви, виявляється, харчуєтеся у школі. Ага. Ну, тобто, харчується? Харчується. Людмила Іванівна, ну, вони женилися. Я, Васю, ми на одній вулиці живемо. Вона була спокійна. Ми ходили разом на ставок отдихати. А буквально це два роки. Угу. Що? Про що ви там розмовляєте? Що щепочетеся? Ще щепочетеся. Альо, я хочу до теті? Ну, то сядьте, йде. Сідайте, хто де хоче. Іди, Альонечка, трошки. Оленка, сідай до тітки. Іди до теті. Можна, можна. Не ся. Тетя, можеш мене забрати, пожалуйста? Я хочу жить з тобою. Любовь Віталівна, як збираєтесь тепер решати конфлікт? Я вже розповідала про те, що прийнята ця програма. Уже 26 лютого, тобто ще до звернення Людмиле Іванівне. 26 лютого ми написали звернення на сільського голову. З проханням виділити кошти на таких дітей п'ятих, дев'ятих класів. На даний момент у нас їх п'ять. Такі, які підлягають не тільки Людмиле Іванівне. Тобто питання це вирішується? Сесія буде завтра. Сесія сільська буде завтра. І це питання на цій сесії буде підніматися. Який шанс, що це питання вирішиться на користь цієї родини? Я не знаю, наскільки це можливо, тому що там від нас ще поступило, від нашої школи. Сільська рада утримує дві школи. На території сільської ради є дві школи. Там ще ми звернулися із проханням до допомоги. Пані Люба, що треба зробити, щоб діти пані Людмили харчувалися безкоштовно у школі? Депутати мають вирішити це питання. Ні сам голова цього. Ви розумієте, що це має вирішити сесія сільської ради. Тобто при наявності таких грошей, я думаю, що вони не відмовлять. Я сподіваюся, що будуть мудрими депутати, і вони проголосують. Ці рішення будуть на користь цієї родини. Надіємося. Я сподіваюся. Але ви як директор школи, як ви збираєтеся навести мир серед батьків, серед вчителів? Справа в тім, що батьківські збори ми змушені провести, тому що останні були зірвані, і ніхто не почув того, чого мали донести. Ми маємо провести. Я сподіваюся, що знайдемо порозуміння із Людмилою Іванівною, оскільки остання розмова в нас була доволі мирною. І ми не сварилися. І сподіваюся, що на батьківських зборах у нас конфліктів теж не буде. Прекрасно. Людмила, скажіть, будь ласка, який у вас настрій? Чи можете ви сказати, пообіцяти, от зараз з вашими дітьми, що ви спробуєте нормально побалакати з педагогами? Тим паче, що ваше питання вам на зустріч. Я завжди нормально спілкувалася. От вам вже пішли на зустріч, і питання вирішуються. Ну, щоб не було цих бійок, криків. Не було. Ну, то я вас прошу. З моєї сторони не було. Повірте, Одо. Ви можете пообіцяти, що і не буде. І не буде ніколи. Ось все. Хочеш на колені стону? Я обіцяю, що ніколи не буде. І вам оплески ті. Я дуже сподіваюся, що справді так і буде. Я сподіваюся ще раз, що ця зустріч відбудеться колись. Єна, ти віриш, що спокою буде, в любові буде. Будуть діти радуться і вселиться. Мені здається, що є певна матриця суспільства. Я не вірю. І певна матриця конкретної людини, які трохи не співпадають. І просто треба це побачити, спокійно зрозуміти. І намагатися підлаштувати, щоб ці шестерни не співпали. Бо всі ми люди, і ми можемо знайти спілкування одне з одним, безумовно. Так що... Так, навіть з Чикатилою можна було знайти спільний язык, да? Серйозно? Ну, по його мишлінню, відповідь, що так, со всіми можна знайти спільний язык. С педофілими можна знайти спільний язык. Звісно. Серйозно? Але вона боляна на голову. І я не вірю, що це лечиться. Це вже все, діагноз. Мені здається, буде діло. Але, дітки, ви знаєте, що мама вас завжди захистить? Так. Знаю. Так, накліпаєте ці діти заплухані. Так. Знаємо. Це головне. Але, Ігоре, принаймні зараз, чи можна вважати, що конфлікт якби вичерпаний? Ну, принаймні, так, зараз. З огляду на те, що зараз, ну, от, і поштовх дан, і райдержадміністрації буде розглядати ці питання, і начебто мама нам обіцяє, що спокійно все буде. Життя – це суцільний конфлікт. Приде цей, буде інший. І питання стоїть, якщо люди шукають виходу, вони завжди з кожного конфлікта його знаходять. Ну, якщо ми тут присутні допомогли їм чимось, я буду дуже радий. Я сподіваюся, що справді наступної конфліктної ситуації не буде. Правда, люди? Ви ж цього хочете, щоб було все добре? Ну, і гаразд. Нехай таки буде. Дякую. Все? Ну, як вам в ядрі смотреть? Ну, согласитесь, трішняк? Ну, трішняк же, якщо ви досмотріли до цього моменту. Поставте лайк. Вот, правда, опуститесь, поставте лайк, щоб я це заметив. Що ви хочете, щоб чаще выходили випуски, і именно це касається каждого. Ну, вот, мне кажется, в один за всех. Ну, не так трішово. Не, бывает, я не спорю, там бывают выпуски, это как бы шоу прям тоже топчик. Ну, вот касается каждого, ну тут тоже бывает, ну такая... Короче, ставите лайк, мне будет приятно, я этого вижу, комментарии с радостью ваши почитаю, что вы думаете по всей этой ситуации. Ну, увидимся в новых выпусках. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok